Штарк, ты дурачок, который не смыслит своим маленьким мозгом, какую огромную угрозу представляют чурки и ислам. Посмотри правде в глаза, лишенец, нет разницы, типа мирный или воинствующий ислам. Цель одна – поработить мир, поставить белую расу на колени перед исламскими ублюдками и обезьянами. Ну давай, вякни, чтоб тебе каждую ночь снились лица убитых мусульманами, чурка из бансами невинных людей, а ты, скотина, просыпался в холодном поту. Это одно из самых, таких я бы сказал, безобидных комментариев под темой о беженцах. Когда говорят о том, что в России процветает фашизм, до конца не понимают всю глубину этой проблемы. А ведь проблема налицо, достаточно зайти вот в такую тему, прочитать комментарии, прочитать то, что пишут вроде бы адекватные люди, которые в других темах вполне адекватно могут рассуждать. И ты абсолютно четко понимаешь, что фашизм на самом деле поселился в России в мозгах российских людей. Почему сейчас в России, даже среди так называемой оппозиционно настроенной массы населения, например, очень в моде такой человек, как Евгений Понасенков, или, например, очень любим Михаил Веллер, или даже стала популярной Юлия Латынина, якобы тоже оппозиционерка. Именно потому, что сейчас в России времена подлецов. Чем подлее человек, чем больше в нем мерзости, непринятия других, ксенофобии, расизма, тем больше его слова будут откликаться в сердцах русских людей. Я думаю, что это всеобщее озлобление, я бы сказал, всеобщее озверение на фоне проблем своей собственной страны, когда люди не пытаются искать проблемы внутри своего общества, как тут написал человек белой, так сказать, расы, а найти причину в других людях, которые выглядят не так, имеют не тот цвет кожи, и все, если они выглядят по-другому, значит они 100% плохие. Плюс, естественно, все это подогревается СМИ. Я занялся неблагодарным делом, пытаясь на русскоязычную аудиторию транслировать адекватную мысль, ту, которая превалирует в Германии. В предыдущем ролике я показал вам часть концерта, но это всего лишь одна часть, где собралось 50 тысяч человек, и все они вместе кричали «Нации долой! Мы не позволим, чтобы в нашей стране снова зародился фашизм». На самом деле в Германии большинство немцев адекватно оценивают ситуацию, и такие партии, как АФД или Объединение Пегида, не имеют в этой стране никаких шансов. Борьба будет, и она будет ожесточенной, но здравый смысл победит. Победит ли этот здравый смысл в России? Вот здесь очень сложно сказать, потому что даже на бытовом уровне существует абсолютно точно латентный фашизм. Эти люди до конца не понимают, что, собственно говоря, эта планета принадлежит не людям так называемой белой расы, не европейцам, их как раз-таки меньшинство. Вообще наша планета состоит из вот таких людей. Вам может быть странно в это поверить, но если бы вы выезжали за пределы, то вы бы приблизительно понимали, что, в общем-то, мир именно вот такой. Таких людей на этой планете большинство. А еще отдельно в своих темах я буду говорить о расах. Если у вас не хватает терпения поискать ролики антропологов, существуют ли вообще расы, существуют ли между нами хоть какие-то генетические различия, я имею в виду между чернокожим и белокожим человеком. Может быть, если бы вы искали подобные темы, то у вас не возникало бы никаких вопросов. А для тех, кто до конца не понимает, я скажу, что все абсолютно расы вышли из Африки. Вернее, антропологами доказано, что не было никакого белого человека, от которого произошли все остальные, а мы всего лишь развивались из обезьяны в полуобезьяну, в получеловека-обезьяну, когда, в конце концов, мы достигли того, что мы имеем сейчас. Но все мы вышли из Африки. Придайте это несчастному Евгению Понасенкову, ума которого не хватает, чуть глубже посмотреть в науку, как, впрочем, и в историю. Ничего удивительного. Я буду очень много говорить на тему о беженцах, чтобы хоть малейшее зерно истины, возможно, попало в благодатную почву, чтобы на фоне вот этого всеобщего озлобления, все-таки, может быть, молодые люди начали смотреть на это совсем по-другому. Самая большая претензия была в комментариях о том, почему мусульмане якобы не бегут в мусульманские страны, что вообще не соответствует реальности. На самом деле именно мусульманские страны приняли самое большое количество беженцев. Они побили все возможные рекорды. Я уже много раз приводил в пример, что маленькая страна Ливан, насчитывающая всего 6 миллионов человек, приняла практически 2 миллиона беженцев, то есть третью часть своего собственного населения. Это трудно представить себе, если не видеть вот эти огромные лагеря на территории Ливана. Турция побила рекорд. Она приняла 3,5 миллиона беженцев. И вообще в десятку стран, принявших 57% всех беженцев, вошли полностью мусульманские страны. Если вы не интересуетесь этой проблемой, если вы не апеллируете цифрами, то хочется сказать вам, прекратите нести эту чушь. Остановите в себе свой расизм и ксенофобию. То, что вы говорите, не соответствует ни времени, ни ситуации в мире. К сожалению, у нас сейчас в мире по всей земле перемещается на данный момент 65 миллионов беженцев. Господа, это огромные цифры. И когда Германию упрекают в том, что они на фоне того, как соседние страны Греция, Италия, Франция захлебываются в огромном количестве пришедших людей, и вот Меркель принимает в общей сложности за 4 года 2 миллиона, ее за это чуть ли не пинают ногами. Где же ваш здравый смысл? А возможно, вы даже истинные христиане? Так где же ваше христианское смирение? Или как у вас там? Любовь к ближнему? Вот она и проявляется у вас в комментариях озлобленных, жаждущих только крови и жертв. И вам невозможно наблюдать, что существуют страны, где к людям стараются относиться по-людски. Где изначально понимают, что не каждый араб – это дерьмо, и дают шанс тем, кто смог добраться до этой страны, здесь все-таки остаться. Хотя бы на такое-то время. Хотя бы на период этих войн и беспорядков. Я лично знаком с сирийской семьей. Это неполная семья, женщина-мать-одиночка, воспитывающая троих детей. Она перебралась в 2016 году через Швецию в Германию. Сама она была владелицей автошколы, то есть она учила других получать водительские права. Ее старший сын сейчас живет в Берлине и работает юристом. А младший сын выбрал себе ремесленную профессию. У нее еще есть дочь и замечательный внук, удивительный, белокурый и голубоглазый. Говорят, они на трех языках. В школе изучали арабский, еще знают сирийский, а по национальности сами они курды. Так вот, более аккуратной, добропорядочной семьи я не встречал. Всегда, когда я прихожу к ним для того, чтобы помочь, я узнал эту семью через младшего ребенка, он занимался в интеграционной группе, что-то перевести или о чем-то просто побеседовать, я у них самый дорогой гость. Живут они скромно, но все, что у них есть, ставят в тот же момент на стол и стараются всем, чем только можно, показать уважение и расположение ко мне. Они не должны этого делать, но они сами по себе, я просто вижу по людям, а я умею разбираться в людях, действительно сердечные и добропорядочные люди. Если у вас поднимается язык говорить, что оттуда из Сирии приходят чурки, обезьяны и свиньи, господа, это вы, скорее всего. Если в 21 веке у вас не хватает ума набрать в интернете и посмотреть, что это была за страна такая, Сирия, посмотреть, как выглядят сирийцы, как выглядели сирийские города и, может быть, задуматься, имеете ли вы право вообще про кого-то произносить подобные слова. Я не думаю, что этим роликом или еще десяткам подобных роликов я смогу изменить ваше мнение в отношении людей другой национальности. Это удивительно для страны Россия, где очень большой процент, а точнее 12% населения исповедует ислам. В то время как в Германии, считая всех турок, живущих уже в третьем поколении, всего 5%. И потом мне пишут о том, что здесь их будет большинство и, конечно же, они начнут нас резать. С какой стати, непонятно, но самое главное приятна мысль о том, что Европа якобы очень сильно пострадает от того, что в свое время оказала помощь тем, кто в ней нуждается. Ну а напоследок я засчитаю один комментарий, за что я очень благодарен человеку. Комментарий женщины, живущей в Германии, и она все правильно понимает. Спасибо за разумное видео. Куда больше исламизации я боюсь озверения и оскотинивания в собственной стране и среде. И это куда более опасная и реальная тенденция. Ирония в том, что самые яростные нацисты в Германии это русскоязычные ее граждане. Сегодня я видела плакат АФД, альтернатива für Deutschland, für Islam freierschulen, что переводится «Свободные от ислама школы». Что будет дальше? Свободные от ислама улицы, рабочие места, магазины. Заставим мусульман носить полумесяц на рукаве? Не проходили уже? Этот лозунг писали во время Второй мировой войны, что обозначает «школы свободные от евреев». Ничего не напоминает. Мне да, и я этого не хочу. И потом, мы тут тоже мигранты. Можно сколько угодно считать себя немцами. Бьют не по паспорту, как в том анекдоте о поморде с нацизмом нельзя заигрывать. И быть немного нацистом и немного расистом там, где это выгодно. Ибо тяжело будет назад сворачивать. Тоже уже проходили. Спасибо, Мария. Я не знаю, на самом ли деле это ваше имя. Удивительно. Но это единственный комментарий, которому только ему одному я посвятил этот ролик. Потому что есть все-таки люди, кого проживание в этой стране чему-то научило. Люди, которые не забыли, что они тоже когда-то были мигрантами. Люди, которые понимают, к чему приводит эта исламофобия и что будет, если мы на самом деле поведемся за нацистами и фашистами, начнем выделять людей по курчавости волос или по форме носа. Я не хочу сказать, что ислам – это хорошо. Ислам, как и христианство, как и все остальные религии – это плохо. И мы вступаем в фазу, когда религии будут исчезать одна за одной. Обвинять людей в том, что они идут в благополучные страны – это очень глупо. Потому что если бы у вас была такая возможность, вы бы тоже пошли туда, где хорошо. Люди так устроены. Все без исключения.